Почти сразу становится ясно, что Панамский канал это не просто инженерное чудо, а настоящий тест для всего человечества. Представьте себе узкую полоску Центральной Америки в конце 19 века. Жаркий, влажный воздух, непролазные джунгли и тысячи человек, которые решили воплотить в жизнь идею, казавшуюся абсолютно безумной. Французский инженер Фердинанд де Лесепс, обретший славу после строительства Суэцкого канала, в 1881 начинает грандиозный проект в Панаме, мечтая прорезать транзитный путь между Атлантическим и Тихим океаном. На первых этапах работы развернулись поистине драматические события. По плану де Лесепса канал должен был быть на уровне моря, как Суэцкий, без шлюзов. Однако реальность оказалась куда суровее. Джунгли кишели, змеями и насекомыми, а тропические лихорадки быстро превратили стройку в настоящий ад на земле. Тысячи французских рабочих практически не имели средств защиты и понимания, как бороться с болезнями. Тысячи людей умирали, не дожив до завершения ни одной из десятков смен. Панамскую землю пропитывали пот, кровь и слезы. Само строительство оказалось не только борьбой с природой, но и с коррупцией и безнадежностью. Многомиллионные инвестиции исчезали, а результат был удручающим. Каждый дюйм вырытого канала давался катастрофически тяжелой ценой. По разным оценкам, во время французской попытки погибло более 22 тысяч человек. К началу 90-х годов 19 века работы заморожены, компания обанкротилась, а сам де Лесепс столкнулся с обвинениями в мошенничестве. Казалось, что на этом история закончится. Но уже в начале 20 века в дело вмешиваются Соединенные Штаты. Президент Теодор Рузвельт лично заинтересован в создании короткого водного пути и отправляет в Панаму инженера Джона Стивенса. На этот раз подход меняется полностью. Принимается решение строить канал с системой шлюзов, а эпидемии пытаются победить с помощью санитарных реформ. Врачи, вдохновленные работами Карлоса Финлея и Уолтера Рида, организуют кампанию по уничтожению комаров и стоячей воды. Рабочих снабжают москитными сетками, дренируют заболоченные территории, закрывают водоемы и массово используют инсектициды. Это резко снижает смертность, хотя условия остаются чрезвычайно тяжелыми. Для перемещения огромных объемов земли используются паровые экскаваторы, поезда и специальные баржи. Самым сложным участком становится выемка на высоте 26 ярдов – Гайярдский разрез, где ежедневные оползни срывают планы и угрожают работникам. Рабочие трудятся в ужасной жаре под постоянной угрозой камнепадов и земляных обвалов. В то же время строители из Соединенных Штатов внедряют невиданные ранее системы управления логистикой и безопасностью. Ежедневно на работу выходит до 40 тысяч человек, а общее число жертв среди рабочих доходит, по оценкам, до 26 тысяч человек. И вот, после десятилетий надежд и трагедий, 5 августа 1914 года первым судном, пересекшим канал, становится буксир Анкон. В этот момент открывается новая эра в истории кораблестроения и глобальной торговли. Панамский канал сокращает путь между Нью-Йорком и Сан-Франциско, меняет маршруты мировой экономики и становится символом человеческой воли. Но на этом захватывающие инженерные авантюры не заканчиваются, ведь когда человек бросает вызов стихиям, история редко бывает простой. Дальше нам предстоит оказаться там, где бушующие ветра и гигантские волны становятся частью самой конструкции, вызывая дрожь в каждом, кто осмелился приблизиться. Мост, Золотые ворота, гонка с природой и страхами Переносимся на западное побережье Соединенных Штатов в 30-е годы 20-го столетия, когда мир еще не оправился от Великой Депрессии, а Сан-Франциско казался городом, окруженным не только радужными мечтами, но и опасными ветрами. Там, среди холодных туманов и ревущих приливов, группа инженеров и строителей решает соединить город с округом Марин через пролив, который считался одним из самых недружелюбных для любого моста на планете. Место это не случайно называли «Золотые ворота», «Золотой гейт». Вода здесь бушует, а ветер столь силен, что может сбивать с ног даже самых крепких рабочих. Тайные течения, ледяной туман и разлом Сан-Андреас под морским дном делают любой просчет смертельно опасным. Именно здесь задуман проект, который многие называют инженерным безумием. С самого начала строительство встречает сопротивление на каждом шагу. Инвесторы в панике, местные газеты предрекают разрушение, а общественность боится, что мост уничтожит магию залива. Моряки предупреждают. Сильнейшие течения в проливе способны в мгновение ока смести с опор даже самые мощные конструкции. Но главный инженер Джозеф Штраус, человек маленького роста, но с невероятной настойчивостью, объявляет, задача выполнима, если подойти к ней с головой. В проектировании участвуют лучшие конструкторы десятилетия – Чарльз Элис и Леон Моисеф. Они разрабатывают уникальные схемы устойчивости, предусматривая ветровые нагрузки в 60 км в час и максимальное землетрясение за всю историю Калифорнии. Рабочих набирают по всей стране. Уже первое испытание – забивка сваи в морское дно, в ледяной воде. Водолазы работают почти вслепую, снимают ил и бурят скалу, чтобы установить первые несущие конструкции. Туман, закрывающий мост в любое время дня и ночи, осложняет работу крановщиков и монтажников. Видимость падает до пары футов. Сильнейшие ветра раскачивают временные балки, а каждая деталь конструкции весит десятки тонн. Безопасность становится главной заботой. Впервые в истории мостостроения натягивается гигантская защитная сетка под рабочей площадкой, чтобы спасти падающих. За время строительства сетка спасет жизни 19 человек, которых станут называть клубом половины пути Каду. Однако не всех удается уберечь. В феврале 1937 года сорвавшиеся леса уносят жизни десяти строителей. Даже страховая компания называет объект проклятым, но работы не останавливаются ни на день. Канаты для моста делают из более чем 80 тысяч миль проволоки, скрученной в 36 отдельных стальных тросов. Каждая нить тянется над заливом с помощью специально построенных канатных дорог. А монтажники, балансируя на высоте 750 футов над водой, совершают поразительные маневры, работая в чаще всего без страховки. Штормы, спускающиеся с океана, превращают поверхность моста в сплошной каток. Любой промах может оказаться последним. Финальной проверкой становится испытание прочности. Военные конвои, грузовики и трамваи одновременно едут по новому мосту, проверяя его пределы. Первый проезд через Золотые ворота в мае 1937 года становится праздником для всего западного побережья. За четыре с половиной года, в условиях постоянной опасности и борьбы с капризами природы, сотни людей создают не просто транспортный переход, а будущий символ Соединенных Штатов. Парящие в тумане красные башни становятся знаком мужества. И доказательством того, что даже невозможное возможно. Но инженерная дерзость не останавливается на поверхности. В следующее мгновение нам предстоит спуститься на невероятные глубины, где люди решились строить за гранью человеческих возможностей. Там, где под толщей воды скрываются новые вызовы и совершенно иной подход к воплощению мечты. Туннель под Ла-Маншем, но невозможное под морским дном. Туннель под Ла-Маншем – идея, которая еще в начале 19 века казалась чистой фантастикой. Представьте, две страны, веками воюющие друг с другом, решают соединить свои берега длиннейшим подводным туннелем в мире. Но мысли о строительстве гигантской трубы под Британским проливом появляются не только у архитекторов-фантазеров. Великобритания и Франция наконец договариваются о строительстве того, что позже назовут Чаннел – тоннель длиной 12 миль, проложенный глубоко под морским дном. Чтобы справиться с гигантской задачей, создается команда из тысяч инженеров, строителей и геологов из обеих стран. Самым сложным этапом становится бурение тоннеля под проливом. Морское дно покрыто толстым слоем мела, а под ним – слои водоупорной глины, которые идеально подходят для тоннелирования, если бы не постоянная угроза прорвавшейся воды. Строительство стартует в обеих странах одновременно – с английского побережья, неподалеку от Фолкстоуна и с французского калия. Для прокладки тоннеля используют колоссальные буровые машины длиной 168 футов и весом более тысячи тонн. Бурильщики работают в условиях полной изоляции, в замкнутом пространстве на глубине до 240 футов под уровнем моря. Главная задача – не допустить затопления прохода. Специальные насосы откачивают воду со скоростью 1640 галлонов в минуту, а каждый дюйм тоннеля укрепляют прочными бетонными оболочками. Связь между британской и французской командами поддерживается по подземным телефонам и световым сигналам, ведь под миллионами тонн воды даже радио не работает надежно. Инженеры ведут точные расчеты, чтобы два прохода, начавшиеся в сотнях ярдов друг от друга, встретились строго посередине пролива. Зимой 1988 года команда сталкивается с непредвиденными проблемами. Мощные подземные потоки воды размывают часть недавно проложенного тоннеля. Вода хлещет под огромным давлением, угрожая затопить весь участок. Только оперативная работа насосных станций и быстрая доставка бетонных блоков позволяет избежать катастрофы. Рабочие круглосуточно находятся в тоннеле, затягивая трещины и укрепляя стены специальными растворами. Одновременно с основным тоннелем прокладывается аварийный выход и вентиляционная шахта, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала. Ежедневно по объекту перемещается до 20 тысяч строительных блоков, бетон заливают сразу несколькими бригадами. Тяжелые условия труда и смены по 12 часов становятся нормой. Жара, сырость и постоянный шум двигателей – вот реальность строителей Чаннела. И вот 1 декабря 1990 года происходит встреча. Британские и французские тоннели соединяются в одной точке. Проем между странами пробивают руками, а инженеры по обе стороны тоннеля обмениваются флагами Англии и Франции на глубине 150 футов под водой. После финальных проверок по тоннелю впервые проходит пассажирский поезд, связывая Лондон и Париж менее чем за три часа. Общая длина тоннеля, с учетом всех веток, превышает 31 милю. Для мира это событие становится символом новой эры в строительстве и сотрудничестве. Но, как оказалось, даже такие поразительные проекты были только началом. Ведь впереди ждет история возникновения символа, с которым не хотели мириться даже его собственные сограждане. Башня Эйфеля. Рождение символа среди ненависти. Тем временем, погружаясь в центр Парижа, в последние годы 19-го столетия мы оказываемся накануне Всемирной выставки, ради которой было решено построить самое высокое сооружение мира — башню Эйфеля. Само решение о создании гигантской стальной конструкции с самого начала вызывает волну отторжения. Французские художники, писатели и архитекторы выпускают открытое письмо, в котором называют будущую башню чудовищным железным скелетом и позором Парижа. В прессе появляются сотни карикатур, а по всему городу распространяются петиции с требованием запретить возведение чудовища, которое, по мнению многих, могло навсегда испортить архитектурный облик столицы. Гюстав Эйфель, выдающийся инженер, который к тому времени уже имел за плечами мосты по всей Франции и Латинской Америке, берет на себя огромный риск. Его команда проектирует башню высотой почти тысячи футов, небывалый для того времени масштаб. Конкуренты из других архитектурных бюро шепчутся о неизбежном крахе и позоре. Финансирование проекта висит на волоске. Бюджет превышает миллион долларов по тем временам. Причем большую часть Эйфель вкладывает из собственного кармана, беря личные кредиты и рискуя всем состоянием. Строительство стартует в январе 1887 года, и уже вскоре парижане становятся свидетелями по-настоящему необычного зрелища. 2,5 миллиона металлических заклепок, более 8 тысяч тонн чугуна и стали, детали доставляют к месту строительства сотнями вагонов по специально построенной железнодорожной ветке. Каждый из 18 тысяч металлических элементов заранее промаркирован и собирается с ювелирной точностью. Команда инженеров использует новые методы расчета прочности, а детали крепят с помощью подвижных кранов, монтированных прямо на конструкции. Работы идут в условиях постоянного давления со стороны горожан и прессы. Рабочие, многие из которых ни разу в жизни не поднимались так высоко, трудятся на высоте в сотни футов над землей, закрепляя балочные фермы и устанавливая гигантские арки. Для подъема на каждый новый уровень монтируются временные деревянные лестницы и платформы, а безопасность обеспечивается с помощью примитивных страховочных ремней и сеток. Даже малейшая ошибка могла стоить жизни. В зимние месяцы арматура покрывается льдом, а сильные ветра раскачивают всю конструкцию. Первые две опоры собирают всего за несколько месяцев, и уже к лету 1887 года появляется первый силуэт будущей башни. Интерес публики быстро меняется на восхищение, когда конструкция набирает высоту. Парижане выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть на самый амбициозный проект века. Постепенно даже самые яростные соперники вынуждены признать техническое совершенство башни. Завершение башни происходит в рекордные сроки. Спустя два года после начала работ башня готова к приему тысяч гостей со всего мира. Уже в день открытия, 30 марта 1889 года, лифты поднимают на вершину первых посетителей. На платформе открывается ресторан для богатых гостей, а на самой верхушке размещают метеостанцию и телеграфную антенну, что превращает башню в настоящий научный центр. Гюстав Эйфель лично поднимается по лестнице, чтобы установить французский флаг на высоте 984 фута. Однако самое удивительное начинается после выставки. Власти собираются демонтировать башню, считая, что ее предназначение исчерпано. Но Эйфель находит способ спасти свое детище. Он доказывает военным и ученым, что башня идеально подходит для радиосвязи и метеонаблюдений. В результате башня остается и через несколько лет становится самым узнаваемым символом Франции. Инженерное чудо, построенное вопреки ненависти, превращается в магнит для миллионов посетителей и международный символ технического прогресса. История башни Эйфеля — это марафон рисков, технических прорывов и борьбы против недоверия целой нации. Но впереди инженеров ждали задачи еще сложнее. Следующий рубеж — небо и невесомость, где не действуют привычные физические законы, а сама Земля оказывается далеко внизу. Международная космическая станция — лаборатория, построенная в невесомости. Почти сразу после завершающей сцены парижской башни Эйфеля мы переносимся в совершенно другую среду, где любая ошибка может обернуться катастрофой не на Земле, а в безвоздушном пространстве. В конце 20-го столетия ведущие державы мира мечтают создать первый настоящий дом человечества за пределами планеты. Мечта превращается в нешуточную гонку. Соединенные Штаты и Россия, а затем Европа, Канада и Япония объединяют усилия ради проекта, который до этого момента казался фантастикой даже для писателей-фантастов. Международная космическая станция начинает рождаться с чертежей и сложнейших переговоров между главами государств и лидирующими учеными. Начало строительства объявляется в ноябре 1998 года, когда к Земле стартует российская ракета «Протон». На ее борту первый модуль «Заря» — станция управления и энергетический центр будущей станции. Вес цилиндра превышает 21 тонну и в длину он почти 43 фута. Через две недели в космос отправляется американский модуль «Юнити», который нужно состыковать со «Зарей». Все это происходит на высоте 240 миль, где оболочка Земли уже не спасает ни от холода, ни от радиации, а каждый шаг требует компьютерной точности. На орбите встречаются российские и американские астронавты. Впервые в истории совместно в открытом космосе собирают сложнейшую конструкцию прямо над Землей. Главное отличие строительства Международной космической станции — абсолютная невозможность что-либо переделать на месте. Космонавты работают в суровых условиях. Температура за бортом колеблется от минус 273 до плюс 248 градусов по Фаренгейту. Солнечная радиация угрожает выходом в открытый космос. Все материалы для сборки Международной космической станции разработаны так, чтобы выдерживать микрометеоритные удары и не давать трещин даже после десятков лет в вакууме. Для сборки жестких ферм и панелей инженеры используют специальные перчатки с подогревом и инструменты, управляемые одной рукой. Любая потерянная деталь мгновенно улетает в открытый космос. Не обходится без аварии. В 2008 году от удара микрометеорита солнечная панель получает повреждения, и членам экипажа предстоит выйти в открытый космос, чтобы вручную заменить кабели длиной более 50 футов. Каждый выход вне станции длится по 8 часов, а астронавты закрепляются страховочными тросами, ведь даже малейшее движение резко уводит в сторону из-за отсутствия гравитации. Бывают и нештатные ситуации с падением давления и отказом оборудования жизнебеспечения. Для таких случаев на Международной космической станции всегда есть спасательные капсулы «Союз», готовые за считанные минуты вернуть людей на Землю. Ключевой этап — монтаж лабораторий, где ведутся тысячи научных экспериментов. В условиях микрогравитации ученые наблюдают за ростом кристаллов, поведением жидкостей и формированием тканей организма. Каждый эксперимент требует точной работы оборудования, и на Международную космическую станцию доставляют контейнеры с образцами, микроскопы, спектрометры и даже мини-оранжереи для выращивания овощей и цветов. Открытия, сделанные на станции, помогают создать новые лекарства, материалы и даже инструменты для лечения рака. Станция становится настоящим городом в небе. Ее длина достигает 356 футов, а масса — почти миллион фунтов. На борту работают экипажи из шести человек, которые сменяют друг друга каждые полгода. С каждым годом Международная космическая станция пополняется новым оборудованием, а инженеры и конструкторы планируют расширение исследовательских блоков. Работы ведутся почти без остановки. Корабли снабжения прибывают каждые несколько месяцев, а у инженеров на Земле всегда готов план действий на случай любой нештатной ситуации. Станция выдержала столкновения с космическим мусором, технические сбои и экстремальные температуры и продолжает функционировать, принимая гостей из разных стран. Сегодня Международная космическая станция — не только доказательство того, что вершины инженерного искусства не знают границ, но и самая настоящая лаборатория, где каждый день меняет будущее Земли. Этот рукотворный остров в космосе стал кульминацией дерзких идей командной работы и преодоления невозможного, открыв новую эпоху в истории инженерии и человеческих возможностей.